МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Незадолго до рассвета 25 августа 1572 года, в день святого Варфоломея, колокол церкви Сан-Дермендек-Серва разбудил Париж, известив католиков о начале бойни, названной потом Варфоломеевской ночью. План подвергнуть избиению гугенотов возник в голове Екатерины Медичи перед свадьбой Маргариты Волуая Генриха Наварского, лидера гугенотов и будущего короля Франции. Этот брак предполагал прекращение бессмысленной религиозной вражды в стране. По случаю свадьбы в Париж привела всякую гугенотская элита. Для Медичи настал прекрасный момент расправиться со своими врагами. Озбревшая толпа врывалась в спящие дома протестантов, отмеченные им белыми крестами, и грабила, насиловала, убивала. Не жалели никого, даже младенцев. Улицы Парижа были завалены трупами. Позже тела несчастных сбросили в сену. Безумие продолжалось даже после указа короля прекратить бессмысленную резню. Но распригонения продолжались многие десятилетия. Как известно, в 17 веке гугеноты подверглись религиозному преследованию в католической Франции и тысячами бежали за пределы своей родины. А французы обычно не покидают своей страны. Они бежали на север Германии, где были лютеранские правители, распространялись по всей Европе и казались в России. Это было человеческое золото Франции. Образованные, умные, работоспособные, банкиры, художники, писатели, предприниматели. Они пригодились в каждой стране. И в России тоже. Какими они были, эти девочки-сомолянки? Такой? Или, может быть, такой? Задумчивый взгляд? Нет, скорее всего, задорный. А улыбка? Конечно же, загадочная, прекрасная. Она завораживала, притягивала. И вот кажется порой, что уже никогда не встретишь, не увидишь сегодня в наши дни таких прекрасных, одухотворенных лиц, сияющих глаз. А может быть, мы их просто не замечаем? А они где-то здесь, рядом с нами? Из записок воспитанницы Смольного института Глафиры Аламовой-Ржевской. Прелестные воспоминания, счастливые времена, приют невинности и мира. Вы были для меня источником самых чистых наслаждений. Нельзя вообразить себе более счастливого положения, как то, в котором я находилась в Смольном. Счастье, которым я пользовалась, нельзя сравнить ни с богатством, ни с царскими милостями, ни с успехами в свете. А самое главное – это Вы, наша добрая мама, Софья Ивановна Де Лафон. Софья Ивановна родилась во времена Петра I. В 1717 году родители Софьи были виноторговцы, но прославились тем, что основали в Петербурге первую, скажем, порядочную гостиницу, не похожую на вшивые, постоялые дворы. Софья была поздним, единственным ребенком в семье. Она родилась, когда матери было уже 50 лет. Я думаю, что очень важно, что родители Софьи Ивановны Де Лафон были из гугенотов, когда-то бежавших сюда из Франции. Потому что мы знаем же из протестантской этики, знаменитой Макса Вебера, что насколько большую роль играла протестантская закваска в формировании сегодняшней Европы и Америки. Я не знаю, какими душевными качествами обладали родители Софьи Ивановны, но вот для меня кажется ясно одно, что она была таким поздним ребенком, ведь она у своей матери родилась, когда ей было 50 лет. Это и сейчас-то очень поздно, а уж тогда просто немыслимо. И она была единственной дочкой. Поэтому я могу предположить, с каким обожанием, с какой любовью к ней относились. И, наверное, конечно, это было очень ей хорошо и уютно в такой семье. И вообще поздним детям, наверное, везет. И в том смысле, что родители уже умудренные каким-то опытом относятся к детям гораздо осторожнее и аккуратнее, чем молодые. Ну и, конечно, я думаю, что родители Софьи Ивановны постарались передать ей ту самую протестантскую этику, те начала, которые помогли им когда-то выстоять в чужой стране. И которые, конечно, помогали всю жизнь и ей. В 15 лет ее выдали замуж за француза генерала на русской службе. Она родила ему двух дочерей, но жизнь ее семейная была ужасна, потому что муж почти сразу после заключения брака начал сходить с ума. И не раз смертью угрожал и жене, и детям. Ему вдруг показалось, что он может спасти и спасти семью, только уехав во Францию. И он делал все, чтобы побудить жену бросить и родной город, и окружение, и уехать туда. Потом у него появился такой комплекс. Он хотел, чтобы семья приняла католицизм. Для гугенотов это было просто невозможно. А Софья Ивановна была верующей. Софья Ивановна не стремилась избавиться от сумасшедшего супруга, что вообще по закону она могла сделать. Она стремилась его вылечить. И на это израсходовала все средства свои, в том числе своих родителей, людей ему бедных. Поехала с мужем на воды, но ничто не помогло. Муж Софьи Ивановна умер и оставил жену и двух детей без всяких средств существования уже чуждой для них стране Франции. Мне трудно описать тот ужас, который меня охватил после смерти моего мужа. Все деньги, которые были, ушли на его лечение. И теперь мы с дочками еле-еле сводили концы с концами. Я помогала хозяйке гостиницы, где мы жили, и она за это кормила нас. Но я понимала, что не смогу долго так жить. Я безумно тосковала по дому и по своей России, без которой уже не представляла себе жизни. Я набралась смелости и пошла в русское посольство в Париже просить денег на обратную дорогу, домой. И тут мне повезло. Может быть, впервые в жизни я познакомилась с Иваном Ивановичем Бицким. Он внимательно слушал меня о всех моих заключениях. Я знаю, что вам нужно. Иван Иванович – личность исключительная в истории России. Это полководец, содержавший победы на поле просвещения. Он попытался реализовать в жизнь новые идеи воспитания и образования молодых людей. Он, как и Екатерина, был убежден, что человеческая природа, как глина, из человека маленького можно сделать то, что ты хочешь. Образование, воспитание всесильно. Но самое важное – это первое, что воспитывать и образовывать нужно в закрытых заведениях, удаленных и отдаленных от развратного мира. И второе – воспитывать нужно на основе добра, любви и ласки. И главное – не бить детей. Вы знаете, 18-й век – это век сплошных побоев. Юристы даже ввели такое определение раздачи боли. Каждый человек 18-го века – мальчик или девочка, взрослый – всегда получали свою порцию боли. Их били родители, их били воспитатели, их били командиры, начальники, цари. Почти каждая статья уголовных уголовных кодексов была уснащена множеством пунктов о телесном наказании. И Бицкой предложил другую концепцию, другие принципы образования. И Софья Ивановна оказалась наиболее подходящей для такого учебного заведения и воспитательного. Для Екатерины создание Смольного института было необходимо. Это было ее детище, которым она гордилась и делала все, чтобы ее идея полностью воплотилась в жизнь. Она доверила Софье Ивановне драгоценный залог знатного дворянства, будущей жребия, ожидаемой государством. Ведь Смольный институт готовил родителей будущих граждан. Смолянки по своему образованию, по своей подготовке к жизни, по возвышенному образу мышления намного превосходили девушек, получивших домашнее образование. Однажды девочки прибежали к Суфье Ивановне и взволнованно наперебой стали спрашивать «Почему императрица нас так называет цыплятами?» Суфья Ивановна улыбнулась «Глупышки!» Екатерина Алексеевна вас так называет любя и говорит, что сорт ее цыплят самый лучший. С Суфьей происходит что-то психологически необыкновенное, потому что вот эта вся тяжесть внутри ее переплавляется в какую-то таинственную силу. И мне кажется, что психология даже современно не в состоянии до конца разобраться, что вот в таких случаях с некоторыми людьми происходит. Уже та сила, которая в ней появляется, она приводит ее в совершенно социально значимое положение, она позволяет ей на фоне тех нравов в течение 30 лет сохранять этот Смольный институт от того, чтобы он превратился в элементарный бордель. Она управляет всеми этими знатными господами, которые снабжают это заведение деньгами, она очаровывает императрицу. То есть, на мой взгляд, София превратилась в какое-то магическое существо. София Ивановна, как никто другой, подходила к тем принципам, которые Вицкой исповедовал применительно к преподавателю, учителю. Его идеи, они, мне кажется, актуальны и теперь. Он писал о том, каким должен быть учитель. Ну, например, чтобы дети почитали, любили своих наставников, как совершенных отцов и матерей. Учитель должен быть человек, разум имеющий, здравый, сердце непорочное, мысли вольные, нрав краболепию непреклонный. Учитель должен говорить, как думает и делать, как говорит. Никакой лжи, никакого притворства. Не опутывайте педантизмом детей. Педантизм сущая пагуба воспитания юношества. И еще, пожалуй, самое замечательное его высказывание, что учитель должен обладать жизнерадостным характером. Когда он входит в класс, дети должны видеть человека радостного, потому что он встречается с ними, он живет на свете, он не должен передавать детям скверного настроения. И Софья Ивановна оказалась именно такой женщиной, именно таким преподавателем и такой директрисой. Из записок воспитанницы Смольного института Глафира Алымовой Ржевской. Она была предметом моей первой привязанности. Никто впоследствии не мог мне заменить ее. Она служила мне матерью, руководительницей, другом, была покровительницей и благодетельницей. Любить, почитать и уважать ее было для меня необходимостью. Мои чувства в ту пору походили на сильную страсть. Я бы отказалась от пищи ради ее ласок. Мы часто специально сердили Софью Ивановну, чтобы потом просить у нее прощения. Как трогательно умела она прощать, возвращая свое расположение виновным. Мы ходили за ней с Тайкой по коридорам, заходили в кабинет. Она занималась делами, а мы наковрели на диванах, тихо играли или читали. Когда я узнала, как был устроен Смольный институт, я, признаться, ужаснулась, что таких малышек, пяти-шестилетних девочек отправляли, отрывали практически на все детство от дома без права даже приезжать домой на каникулы. У меня у самой дети, и как-то я вот это все представила и так остро пожалела этих бедных девочек. Но вот надо же, потом в самых разных воспоминаниях я читала, что наоборот эти дети там вдали от дома как ни странно были невероятно счастливы. То есть у них там образовалась какая-то жизнь, которая восполняла каким-то странным для меня образом вот эту вот потерю дома. Причины этого удивительного факта отчасти кроются в самом уставе Смольного монастыря, который читать действительно без изумления сейчас невозможно. Потому что в общем это и для нас сейчас, наверное, устав передового учебного заведения. Мы бы все хотели таких учителей для своих детей и сегодня, я думаю, только могли бы мечтать. С поступлением в Смольный для девочек начиналась новая неведомая жизнь. Весь курс обучения был разбит на четыре группы с шестилетнего до восемнадцатилетнего возраста. Каждому возрасту соответствовал свой цвет платья коричневый, голубой, серый и белый. Ежедневная жизнь воспитанниц отличалась простотой. О чистоте в помещениях заботились особенно тщательно. Постели были хорошие, но не слишком мягкие, чтобы не приучать к изнеживности. Вставали воспитанницы рано, умывались. В холодные дни девочкам приходилось даже разбивать молоточками образовавшийся в тазиках лед, чтобы помыться. В семь утра после утренней молитвы воспитанницы принимали за занятия, которые с небольшим перерывом продолжались до четырех часов. Науки чередовались с физическими упражнениями на воздухе, которым также уделялось большое внимание. Уроки были скорее беседами между воспитанницами и учителями, которые должны были особенно заботиться о том, чтобы девочки не привыкали излишне важничать и унылый вид являть. Предметов было много. Закон Божий, иностранные языки, чтение, письмо, рисование, арифметика, музыка, танцы. Каждая смолянка обязательно должна была заниматься рукоделием, шить, вязать, ткать, стряпать, заниматься домашней экономией и даже токарить. На все это обращалось особое внимание вплоть до последних дней существования Смольного института. Из записок воспитанницы Смольного института Глафира Алымовой-Ржевской «Нерадостно было встречено мое появление на свет. Я вступила в жизнь с ужасным предзнаменованием ожидавшей меня несчастной участи. Огорченная мать не могла выносить присутствие своего бедного девятнадцатого ребенка и удалила с глаз мою колыбель. Доброй монахиня взяла меня под свое покровительство. По прошествии года мою мать с трудом уговорили взглянуть на меня. И таких детей, как я, было много. Вот давайте попробуем предположить, как как могло случиться, что оторванные от дома от родителей и часто вспоминающие родители, когда они говорят о Софии, они говорят только исключительно прекрасные слова. Они все борются за ее расположение, за ее внимание, за близость к ней. Мы знаем, что такое женское общежитие, что такое женская тюрьма, что такое были женские школы. А в те времена, при тех нравах, так управлять еще всем персоналом, понимаете, чтобы сам персонал соответствовал ее пониманию. И остается только удивляться наличию такого количества внутренней силы. Понимаете, держать, обеспечивать недостающие эмоции, недостающим теплом, недостающим вниманием вот этих юных созданий в период самый сложный подростковый гормональное созревание, все эти кризисы, все эти влюбленности, все это желание вырваться наконец на свободу, потом они все это вспоминают как чуть ли не лучшие годы своей жизни. Мне кажется, что в данном случае мы имеем ну вот если переводить на восточный язык дело не столько с воспитательным учредением, сколько с ашрамом. Вот она сумела стать для них тем, кем являются вот в Индии гуру для своих учеников. Она духовная мать. Всем им. Она духовный символ. девочки не отставайте нам надо спешить громко произнесла Софья Ивановна. Девочки дружной стайкой быстро шли за своей наставницей. Они подошли к берегу и сели в наряд на убранные шлюпки. Легкий осенний ветер запутывал их волосы и ленты. Шлюпки медленно плыли по Неве до пристани у зимнего дворца. Софья Ивановна первая вышла из шлюпки и девочки быстро подбежали к своей матушке. Так за глаза они ее часто называли. Они вошли в Эрмитаж и долго ходили и смотрели на дом и убранные картинами галереи. Когда они вышли из дворца, то и Софья Ивановна и девочки были немного смущены. Знатное дворянство Петербурга и множество народа стояло повсюду и не собиралось расходиться. Вся набережная, вся миллионная улица были заполнены людьми. Для Петербурга это было событие. И пока юные воспитанницы Смольного со своей наставницей дошли до летнего сада, где их уже встречал со звуками роговой музыки Григорий Орлов, вся толпа все время сопровождала их. Они были великолепны, восхитительны. Они притягивали к себе словно магнитом взгляды стоявших с ними людей, которые просто не могли оторваться от них. Я думаю, что какой-то жар сердца наверное отдавало первозданный нерастраченный каким-то образом. это играло главную роль. И потом еще такой важный факт для меня. Все и мужья этих воспитанниц и какие-то другие люди, которые знали смолянок, все они отмечали их удивительную пылкую чистую веру. Вот они были удивительными христианками. И мне кажется, что я думаю, что в большой степени это заслуга конечно и Софии Ивановны. Ведь вот то, что она не предала своей вере когда-то в юности, несмотря на угрозу мужа убить ее детей, то, что она пронесла такую крепкую веру через всю жизнь, это говорит мне о том, что она эту веру, эту любовь к Богу смогла передать и своим девочкам, своим маленьким дочкам, которых было так много, и которых она, вероятно, так любила. Как она сама жила там, в Смольном, вы знаете, это все равно, что говорить о жизни старой учительницы. Для нее все, вся жизнь в школе, ее хронологии, ее жизни, это выпуски, которые она каждый помнит, и всех детей, которые в этих выпусках были. Мы знаем только одно, Софья Ивановна не нажила богатств в Смольном, и до самого своего конца была бедна. Это, по-моему, очень о многом говорит. Она всю свою жизнь в Смольном никогда ни о чем не просила. И все привыкли к этому. И только с приходом Павла первого переменило свое положение нечто. Мария Федоровна императрица уговорила мужа, чтобы он дал ей придворный чин, статсдамы. И Софь Ивановна также была награждена высшим женским орденом святой Екатерины. Для меня неудивительно, что она всю жизнь ничего для себя не просила. Потому что у нее было все, у нее было самое главное. Какие ордена и какие награды и звания могли действительно сравниться с теми глазами, полными любви и обожания, которые окружали ее в этих стенах. Из дипломатической переписки лорда Хоуарда в России появилась новая порода людей, значительно отличавшаяся от прочего русского общества. Это признают все. Смолянки внесли в русское общество новые идеи, новые стремления, новые идеалы, доселе неизведанные. Самым фактом учреждения и воспитательного общества был выдан вопрос о нравственной задаче школы. Поставлен идеал общественной пользы и человеческого достоинства и в первый раз заявлен о необходимости правильного женского образования. Я был поражен отношениями софи де лафон со своими воспитанницами. Они говорят на одном языке, они дышат одним воздухом, и это несмотря на разницу в возрасте и положении. Мне кажется, что юные создания боготворят эту, на первый взгляд, суровую и строгую даму. Такое не забывается. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин